считать любому инженеру ПТО. Почему? Потому что чаще всего инженер ПТО приходит на работу, вернее, любит давать задания инженеру ПТО или инженеру-сметчику, допустим, или тендерному специалисту, и говорит, посчитай, сколько это будет стоить. Не понимая то, что расчет, допустим, сметной стоимости строительства – это дело проектного института, к примеру, да, но приходится как-то и инженерам-птошникам выкручиваться, и тендерным специалистам, и инженерам-сметчикам, поэтому у нас такие корявые сметы иногда бывают, да, не очень хорошего качества. Поэтому нужно понимать. Или же, допустим, когда проектные институты набирают внештатников и корявые сметы отпускают, такое тоже иногда бывает. Но и слава богу, то, что и достойные сметы, и достойных сметчиков тоже у нас в Казахстане довольно-таки много очень сильных специалистов. Их тоже знаю, и большой им привет. Так, следующий момент. Про вот как раз-таки, опять-таки повторилось вам то, что немножко подведу итоги, то, что когда мы рассчитываем, то, что сегодня я вам рассказывала про накладные расходы, это накладные расходы, вы должны понимать, которые учитываются при расчете сметной стоимости. Сметная стоимость строительства – это подробная, точная стоимость строительства, когда учитывается каждый анкер, каждый болт, каждый швеллер, каждый двутавр, я не знаю, каждый материал, каждый килограмм цемента учитывается, каждый, допустим, машина-час, Допустим, крана или, допустим, чего-либо, какого-либо машины, механизма, каждая зарплата рабочего строителя, там, не знаю, маляр, штукатур, все, когда подробно учитывается, это называется сметная стоимость строительства. И как раз-таки там рассчитываются локальные сметы. Расчетная стоимость – это примерная стоимость. И при расчетной стоимости нормы накладных расходов разные. Если в сметной стоимости мы рассчитываем накладные расходы согласно сборникам, то, вернее, согласно видам работ, это земляные работы, электромонтажные работы, наружные сети водоснажения, канализации автомобильной дороги, что там еще может быть, внутреннее, допустим, электросвещение, конструкции кирпичные, конструкции металлические, сборный железобетон, монолитный железобетон, то есть они все подразделяются в виды работ, и в зависимости от них мы рассчитываем накладные расходы. Тогда это да, окей, это сметная стоимость. Если же это расчетная стоимость, то она рассчитывается в зависимости, накладные расходы рассчитываются в зависимости от вида строительства. Вид строительства – это промышленные, допустим, строительные комплексы, или же, допустим, это жилищное строительство. Даже не жилищное, правильно сказать, допустим, а гражданское строительство. Когда мы рассчитываем, или есть большая разница, когда мы рассчитываем школу, да, и есть большая разница, когда мы рассчитываем какой-либо завод. И поэтому нужно понимать, что накладные расходы при расчете, когда мы рассчитываем по расчетной стоимости, они рассчитываются в зависимости от строительства, от вида строительства. Когда же мы рассчитываем точную стоимость, это сметная стоимость, тогда мы накладные расходы рассчитываем в зависимости от вида работ. Подытожу. Казалось бы, такая простая статья накладных расходов, она совершенно такая несложная, многие про нее забывают, многие про нее не знают, вообще многие не знают, как она считается. Нужно понимать, что итог, о чем я хочу сказать, накладные расходы это зарплата машиниста плюс зарплата рабочего строителя, вы ее суммируете и накидываете на нее процент. Процент он в нормах накладных расходов прописан в зависимости от вида работ при расчете сметной стоимости и в зависимости от вида строительства, когда вы считаетесь согласно укрупненным сметным нормативам. Это когда идет расчетная стоимость на стадии технико-экономического обоснования. Вот что я хотела вам сказать. И следует помнить, что когда вы идете на проверку тендерной документации, это тендерные специалисты, кто проверяет сметную документацию, или же это инженер ПТО, или же инженер сметчик, любой человек, который работает со строительством, или особенно если это директор крупной субподрядной, вернее, если это директор субподрядной какой-либо организации. И вы понимаете то, что если правильно просчитана заработная плата, а это и есть нормативная трудоемкость, иногда заработную плату могут заказчики или субподрядчики увеличивать или уменьшать, тут нужно проверять и на той, и на той стороне. Они могут ее, допустим, увеличить или человека часы, когда вы увеличите количество человека часов.